Всем привет и добро пожаловать на мой кулинарный канал, где я хочу поделиться с вами рецептом приготовления очень вкусного блюда, которое покорило сердца британцев. В Британии это блюдо готовят очень часто, потому что оно вкусное и доступное. Итак, приступаем к приготовлению. Для этого рецепта мне понадобится 4 больших картофелины, 1 крупная луковица репчатого лука, 4 мелких зубчика чеснока или 2 крупных, 2 столовые ложки пшеничной муки, 200 миллилитров сливок жирностью 20%, 80 грамм сливочного масла, 50 миллилитров оливкового масла, 4 свиных купаты. Ну и дополнительно для подачи 2 соленых огурчика и 1 спелый мясистый помидор. И для начала я нарежу картофель. Разрезаю его вдоль пополам и примерно еще на 4 крупных кубика. Нарезанный картофель перекладываю в кастрюлю, заливаю его водой, добавляю чайную ложку соли и ставлю вариться на плиту до готовности. Также на плиту ставлю сковороду, наливаю сюда оливковое масло. Распределяю его по всей поверхности на сковороды. И слегка нагреваю ее. На разогретое масло выкладываю свиные купаты. И обжаривать на среднем обмен около 10 минут с каждой стороны до золотистой корочки. Обжаренные купаты пока перекладываю на тарелку. Жиль, который остался с купаты, я не сливаю, пока оставляю. Сковороду отставляю в сторону. Купаты пока тоже отставляю в сторону. Беру репчатый лук и нарезаю его соломкой. Разрезаю пополам, затем вдоль и затем соломкой. Перекладываю на тарелку. Беру чеснок, раздавливаю его плоской стороной ножа. И измельчаю. На плиту ставлю сковороду с жиром. Добавляю сюда нарезанную соломку репчатого лука. И измельченный чеснок. Обжариваю около 4 минут до золотистости. С того, как лук обжарился до золотистости, я добавляю пшеничную муку. Перемешиваю. И обжариваю около 2 минут, постоянно помешивая. Через 2 минуты я добавляю в сковороду 240 мл куриного бульона. Также сюда подойдет и овощной бульон. И перемешиваю все. Огонь лучше сделать минимальный. И варю около 2 минут, пока соус не загустеет. Добавляю сюда чайную ложку соли без горки. И треть чайной ложки черного молотого перца. И все перемешиваю. Огонь выключаю. Мой соус готов. И все перемешиваю. На плиту ставлю сотейник и вливаю сюда сливки. Добавляю сюда сливочное масло. И жду, когда растопится масло. И дойдет все до кипения. Беру овощи, которые я подготовил для подачи. Огурцов отрезаю плодоножку и носик. И нарезаю кружочками длинными. Конечно, для подачи использовали бы британцы консервированную фасоль или зеленый горошек. Но я так немножко с русским акцентом решил сделать. Ну, а помидор я нарежу дольками. Картофель у меня уже сварился. Я с него слил бульон. Сливки с маслом закипели. Заливаю сюда в картофель. И разминаю это до состояния пюре. Ну, приблизительно такой консистенции должно получиться пюре. Вы можете всю воду не сливать с картофеля. Немного оставить так, на всякий случай. И довести до желаемой консистенции. И теперь начинаю подачу. Беру красивую большую тарелку. Кладу две купаты. Ну, можете одну. А может, по своему аппетиту смотрите. Также кладу сюда пюре. Столько, сколько хотите. На пюре выкладываю лукавый соус. И украшаю это все дело огурцами и дольками помидоров. И все. Подача блюда готова. Пробуйте теперь вы приготовить такое вкусное, простое и доступное блюдо. Британской кухни. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забывайте под видео нажимать палец вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропускать мои новые выходящие видео с рецептами. Желаю вам всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...